Первая зима не станет суровым испытанием для сына Гензеля и Гретель. Многочисленные копытные питомцы Велеса, даже имея возможность уйти в укрытие, остаются на улице. Еды достаточно, температура для северных оленей и лосей в таком случае не принципиальна. Семь медведей реабилитационного центра на морозы отреагировали по-разному. В этой валере нет свежих следов, это значит, хозяйка давно не покидала своей берлоги. Медведица Тоня в первую жизнь легла в спячку, это хороший знак. Значит, животное полностью оправилось после перенесенной операции, набрало необходимый вес. По соседству дремлет Потапыч, и только дети не спят. Но это как всегда. Медвежата, видимо, решили назло маме отморозить уши. То и дело, кто-то из малышей лижет металлическую решетку, разумеется, прилипая к ней языком. Затем долго дует на лапу, пытаясь согреться. Однако в берлогу братьев не загнать. Сотрудники Велеса оставили всякие попытки. Они просто не хотят. В лесу, когда еда закончилась, они потихонечку спать уходят. А здесь их кормят, поят, гладят. Они играют целыми днями, воюют друг с другом. Поэтому, честно говоря, все спят, кроме этих двоих. Носик получил имя благодаря генетической аномалии. Свообразная внешность для хищника не проблема. Беда в том, что зверь не мог нормально дышать. Дорогостоящая гормональная терапия дала результат. Этим летом обоих годовалых медведей попытаются выпустить в лес. Хотя для этого они, конечно, староваты. Основные участники программы репатриации – крошечные медвежата текущего сезона. Их подбрасывают в реабилитационный центр обычно в конце зимы. Мы готовы. Грелки на готове, соски все приготовлены, все есть. К наплыву медвежат мы готовы. Лучше бы, конечно, не было, лучше бы они с мамами все были. Малышей, оставшихся сиротами в результате нападений браконьеров, приносят целыми коробками. И тогда сотрудникам центра своими силами не справятся. Но, к счастью, отзывчивые горожане всегда готовы прийти на помощь. На днях, например, провели акцию, когда новогодние ели, собирали, чтобы распилить на подстилки для животных. Правда, как нам сообщили, адресная помощь пока не дошла. В лесничестве сломалась дробилка. Не перенесла холодов. Юлия Васильева, Сергей Эйслер, Вести Петербург, из Ленинградской области.